Некий поворот нашей дискуссии предоставит слово последнему выступающему, который должен сегодня представить свои мысли, да? Это Виталий Аверин. Виталий, как точно формулируется тема нового выступления? Тема у нас, что называется, на коленке была написана, и, собственно, мы уже и так ее встретили, вот, в ходе работы нашего форума. Объясню вообще, зачем была вся эта формулировка, потому что это такое представление, что тут некие идеологии, да? Какие-таки, они оперируют некими идеальными конструкциями, создают свою определенную утопию, а утопия, напомню, переводится в нигде, вот, и есть некая реальная политика, вот, то, в чем мы живем, каждый день живем этим, и такое некое разделение, да, на идеалистов, идеалистов. Ну, вообще, автором термина «реал политик» является, точнее, не автором термина, а чей политический курс был назван «реал политика» тот, он, фондом Бисмарш, один из таких, примером, как раз политика-прагматика, который не любил оперировать идеологическими принципами, идеологическими формулами, я, который, собственно, проводил эту политику, исходя из дневных, неидеологических соображений. Но, бесспорно, идеология всегда, даже когда она вроде бы не проговаривается, и когда она не выставляется в качестве какой-то дневной повестки дня, идеология всегда остановится в любой политике. Вот, и хотелось бы, то, что, ну, я ожидаемо, и Андрей, и Максим говорили именно о либертианстве как о доктрине, говорили о ее как о системе ценностей, и это, на мой взгляд, надо всячески приветствовать в вынесновении и появлении идеи партии, партии, которые собирают основных составителей намышленников, партии, которые создаются снизу. Этот процесс нужно всячески приветствовать, и, я думаю, он облагородит и практический процесс разнобравит политический ландшафт в нашей стране, оздоровит политический процесс в нашей стране. Потому что очень надоело вот это вот, как кофе без кофеина, политика без идеологии, и, наверное, очень странно, если наша силиконовая политика, она за последние годы серьезным образом надоела. Хочется действительно вот хороших, хорошей общественной дискуссии иммунно-политического процесса, и, на мой взгляд, без идеологии, без идеологических партий это невозможно. И вполне ожидаемо, ребята говорили вот о своих профессиональных принципах, о том, что они собираются продвигать, и собираются продвигать основные со своей партийной платформе, в составе этой партии. Но в той же ремонте мы, на самом деле, вопрос был вам задан, и вы в своей церкви готовы к записке, например, Бертианцы оттуда, Андрей? По поводу Бертианцев, там, краткая определялка, наверное, это вот Максим. А, Максим, ты тогда, да? Вот. И мне же тоже интересно смотреть, что все, большинство видных представителей и сторонников, наверное, за исключением Веры Кичановой, да, не состоят ли Бертианской партии России. То есть я всячески... А есть не русский. Да. Ну, там один-один-один не русский, другой гердонин Грузии, как и Бердекезе. Но, на самом деле, тоже примечательная вещь, что это, ну, это всячески приветствовать партийное строительство, я, собственно, по этому уже высказался, как дан. Да. Вот ведь... Прозвучала моя реплика в ответ на сообщение Данилы. А мне было бы хотелось просто назвать, вот, как я понимаю, такой, на снимочку, пропиедевтический, вводный курс, да, что есть либертарианцы, которые, так сказать, себя не всегда называли либертарианцами, которые, собственно, всегда были носителями этих ценностей и идей, и поняли, что эти либертарианцы сравнительно недавно. Ну, собственно, Евгений Чичваркин, как я понимаю, да. Евгений Чичваркин является и достаточно, почитайте, его блог, таким последовательным сторонником универтарианцы, и всем своим делам он доказывает. И все свои работы он доказывает. Он является частным, ну, и вы все знаете, да, я думаю, у него уже единый путь, и, собственно, он является создателем Евросети. И, в общем, этот пример того, как человек занимает бизнес, как он будет реализовывать те самые принципы, идеи и ценностей бетренские. И у него есть большое взаимодействие государства. Я был свидетелем Олег Козловского, ты его знаешь, да? Он устраивал прямую трансляцию, прямую конференцию с Лондоном в антикоррупционном клубе. Антикоррупционный комитет, он еще называется, Войшая школа лекарства. Пол-апа-то, да, да, очень-то мне интересно был этот проект, там я лекарственник еще приходил, и вот был, в один из дней я, как раз, имел возможность слушать Евгений Чичваркин. Евгений Чичваркин человек с большим жизненным опытом, и эти ценности, идеи, у него не книжные, что очень важно. То есть эти ценности, идеи, он, по-моему, называется порох по нему, да, и он знает им цену, и он такой верный сторонник этих принципов. И все раз повторюсь, собственно, весь его бизнес, весь его род деятельности является таким ярким подтвердением, потому что эти принципы, в принципе, вот работают, да, эти ценности, они не утопические, они не юристические, они, вот, собственно, вот, в нашей реальной жизни. Есть, у меня было принято, что пару дуров, я считаю, с носителем либертарианства, но в то же время у меня не было, а в целом открыто, потому что, я думаю, Антонов тут твердит, эти специалисты, в среди них очень много таких латентных, которые явно либертарианцы, потому что один из таких важных положений либертарианской доктрине, именно, скажем, в контексте нашего современного информационного общества, являются такие критические отношения с авторскому праву и копирайзу. Ну, это так. Вот те представления, устаревшие несколько представлений, вот, вот, хотя, насколько мне известно, сами либертарианцы тоже не однозначно к этому относятся, там есть очень серьезная такая живая дискуссия, как относиться к копирайзу, к авторским правам, именно в отношении информации, да, в интернете и в информационном обществе. Потому что очевидно, что наши представления меняются, и не совсем правильно к информации подходить к позиции некого вещественного права, да? Ну, я бы добавил, наверное, что все-таки, если рассматривать как феномен, да, либертарианство айтишников, вот, я думаю, оно все-таки берет свое начало из вот того положения, которое существует в сообществе, самих айтишников, потому что, на самом деле, если взять любой крупный айтишный проект, особенно если это, там, проекты бутонс-ресорсовые или еще любой другой, да, то вы там увидите, что он построен по меритократическому принципу. То есть айтишникам чужда иерархия, их иерархия абсолютно горизонтальная. Кто лучше программирует, кто-то лучше программист, а не тот, кто на дело возглавляет. Кто-то, кто больше вкладывает, тот-то лучше, как бы, специалист получается. И, соответственно, это очень близко вообще идея иерархия, потому что ты есть тот, кем ты являешься на самом деле, а не тем, кем тебя поставили, сделали, там. Вот, собственно, пример того, как вот среда, род деятельности, он оказывается очень близок, комплементарен, оконичен дух в дух и лекарств, и поэтому я не удивляюсь теперь уже, когда я вижу людей айти-специалистов, либо, которые скаловоточны, либо явных лекарств, лекарств, которые вообще манифестируют свои эти принципы, потому что они привержены. И, собственно, уже приходя к политике, мне очень важно, какой посыл донести, потому что то, что вы здесь сегодня услышали, это абсолютно не оторванная жизнь. Это не какая-то кабинетная работа, а это нас это касается, как касается нас это каждый день. Мы сталкиваемся с пленными вызовами, на эти вызовы есть свой либертарианский ответ. И принципы либертарианские, эти подходы, они работают в реальной политике, и есть политики, реальные политики, которые являются напитками этих ценностей. И они находятся в воплощении реальных политических решений. Ну, уже называлось в качестве примера Каха Бендукинзе. Могу, собственно, я как понимаю, и Андрей тоже там был, и Максим в Грузии. Я был очевидцем, был свидетелем и видел результаты к этому перфорту. И могу сказать, что там серьезный склад в тех преобразованиях, которые были в последние времена в Грузии, и их нуждается именно Каха Бендукинзе. И в качестве реформ таких либеральных можно назвать, ну, и если говорить именно о тех, которые мы имеем в виду, как Каха Бендукинзе, и если бесспорно надо, в первую очередь, посоветовать книжку Ариси Борукова, как она называется сегодня книжка? Почему Грузия получилась? Почему вы Грузии получили? Вообще, в принципе, Грузия в этом память действительно уникальный пример. Это страна православная. Это страна в высоком уровне коррупции в свое время. Это, собственно, Грузия, было слово даже нарицательное, коррупции. То есть, когда говорили коррупции, многие подразумевали Грузию. Это было еще в советское время, да? Да, еще в советское время. И известно, что там было самое большое количество коронованных воров в заклоне. Это было такое криминальное государство, государство, которое... Вообще стереотип Грузии. Это такой живучий стереотип Грузии. Которое очень сложно переживало, очень сложно переживало, вообще есть этот постсоветский период, и то, что сделала команда Саакашвили при всем определенном, я понимаю, неоднозначном отношении к самому политическому режиму, потому что, в принципе, его сложно сказать демократическим, да, по определенным информальным критериям, они смогли добиться у четырех результатов. И это ощутимые результаты. Это видно, и если говорить, например, по экономике, например, меня удивило, когда у нас министр внутренних дел повез на авто, там у них, ну, показывал, как у них устроены эти полицейские участки, это прозрачные полицейские участки, всех сносимовывают и полицейские реформы, прозрачность, транспарентность. И у нас спрашивают, а после этого у нас появилось другое место, не буду говорить, какое, будет молодежь уже такой, будет подсказка, он спрашивает, войдет на вопрос, какое самое экспортное товар будет? Ну, мы там все кричать начинаем, вина, там, я хочу курма, там, просто уже, там есть перечень, они же пересчитали мандарины, уже что можно было назвать? Ну, все, но после сельхозпродукции прошли, а потом он говорит, нет, основной экспортный товар в Грузии автомобиль. И он потом объясняет, что это реестр, в Грузии, собственно, стал экспортировать эти автомобили благодаря упрощению процедур. Вот это пример того, как грамотное, правильное решение, административное решение может приводить к таким последствиям. Это же понятно же, ну, понятно, что там они серьезным образом это все дерегулировали, деберь укрепилировали, либерализовали, то есть там это все реально буквально в считанные минуты, несколько, там, может, десятков минут это проходит. Все эти процедуры по растаможке, процедуры по регистрации, и вот благодаря вот такому грамотному, грамотному, грамотическому решению добились такого эффекта. А это ведь не надо забывать, что это все равно доход, доходная часть бюджета, доходный учет грузинского национального бюджета, и это не только, надо было просто ответить, у нас это самый центр, где этим всем занимается, где получают водительские права, ну, удостоверение, да, и где ставят машинный регистрационный учет, где проводится, где проводится эта растаможка. А надо понимать, что здесь еще и работает эффект мультипликации, да, то есть вот вокруг этого сервиса появляется очень куча разных связанных с ним бизнесов, частных бизнесов, которые вот буквально это целый возникает, там возник целый город вокруг этого центра. То есть это вот пример грамотное бюджетическое решение, оно очень хорошо сказывается на, то есть это создание рабочих мест, это поступление в казну, это прозрачные процедуры, это отсутствие коррупции, отсутствие мастаинства, и вот он весь экономический эффект. Ну, если непосредственно переходить уже к тому, чем занимался Каха Бундуки за все это время, он, в частности, отменил большую часть там налогов. Там серьезным образом вот это смотреть, там либо произошла полная отмена налогов, то есть я не знаю, что там нету налогов в продаж, там очень низкий НДС, там есть виды налогов, которые вообще в принципе не существуют, там произошло полное обнуление таможенных пошин, в основных и у васных. Я просто не буду еще отдаваться в детали, да, это очень сократились, скатился перечень лицензированных людей. Это наш понимание, это наш понимание, Трудовой кодекс 3 или 4 страницы. Да, ну, понятно, что, так сказать, защитники трудовых социальных прав критикуются, Кашвили, и Саакашвили и те реформы, которые проводил Биндуки за то, что вот вроде бы вот он таким образом мобилизовал Трудовой кодекс, там не существует какого биржа труда, то есть к большому счету такого структуры там нету. что если вы просто прочитаете те решения, которые были им приняты, а, например, они отменили сам эту демстанцию, они вообще не существуют. И уверяю вас, травиться от этого людей не стало больше. То есть, как это на динамике, там отменили ГИБДД нашим аналогом ГАИ, его не существует, там есть патрулирование улиц, но штрафуют реально, серьезно, причем штрафуют, и при мне я видел, что грузины все ездят пристегнутыми и соблюдают право-дорожное движение, но вот те, кто там под кустами стоят, там их нету, как класса не существует. Знаете, как бы все овскупи называют то, что было сделано, а так, сам Каркар Гандекюз имел непосредственное отношение к экономическим реформам. Грузия демонстрирует стоящий экономический рост, почему она, если не ошибаюсь, Андрей, может не поправит, она демонстрировала и период кризиса. Вот уменьшим темпом? Меньшим темпом? Да, но этот темп экономического роста они сократили. Это примечательно, потому что кризис особенно ударил именно по странам. Первая его волна очень серьезно ударила как раз по Европе, по Санкт-Петербург, по Санкт-Петербург, по Санкт-Петербург, по Санкт-Петербург, по Санкт-Петербург. были динамики экономического роста. Но если дальше вдаваться какие-то пленые исторические примеры конкретных, скажем, те реформы, которые можно назвать либератрианскими, которые не всегда проводились либератрианскими. Здесь надо выделять, что в России, например, был либеральный госедарь Александр II, я не могу сказать, что Александр II был либерат. Но это бесспорно либеральный госедарь, который проводил либеральные реформы, которые, собственно, пошли во благо нашей стране, я это просто уверен. И примеры там тоже можно назвать, это примеры реформы Рональда Рейгана и Маргарет Дэтчер, которые, собственно, в либератарской тусовке находят определенную симпатию. И действительно были либеральные подруги, либератарские реформы, реформы направлены на дерегулирование, на дебюрократизацию, реформы направлены на приватизацию, реформы у Рейгана известны для лечения. Государство не решает проблемы, оно и субсидирует, оно и финансирует. Собственно, принадлежит ему это известное лечение. И в той же волне, как говорил идеологически Маргарет Дэтчер, в той же волне, как это Лик Ван Ю, известный, это диктатор, кстати говоря, привлечет не только авторитарным стилем правления. Сингапур долгое время стал не свободным, не демократическим государством, если мы знаем, о политической свободе. Но на сегодняшний день Сингапур, благодаря реформам Лик Ван Ю, находится в топе всех рейтингов по уровню экономической свободы, по прозрачности и по отсутствию коррупции. Посмотрите все рейтинги, Transparency International, Heritage Foundation, кто-то замеряет экономическую свободу. Сингапур находится во первых. Там одни из самых лучших судов в мире, там защищены права собственности, настоящие независимые суды, туда идут инвестиции именно благодаря этому. И, кстати, здесь вот тоже было, у меня просто накопились определенные такие реплики, и мы всегда их мог высказывать. Абсолютно правильно. Наши товарищи московские говорили о том, что вот налоги, низкие налоги, это действительно очень часто привлекает иностранные инвестиции. Вот, собственно, в борьбе за иностранные инвестиции, возможно, конкуренция рада налогового прижима, да? Там, где налоги будут низкие, куда пойдут иностранные инвестиции. Но, в то же время, есть другая конкуренция, конкуренция, как на международном языке называется «гулгарность», «хорошее правительство», «правильное правление». Это тоже немаловажный показатель, там, где удается достичь качественных, там, где есть честная бюрократия, независимые суды, туда тоже идут инвестиции. Слово повисло в том, что я знаю, что гритянцы не приветствуют шведский социализм, да? Но в Швеции есть очень много того, что очень близко ликвиттерианцам. Если мы с вами берем, как уровень защиты прав собственности, как работают суды, не только в Швеции, а вообще в странах Северной Европы. И они, кстати, говорят, тоже удивительная вещь. Если мы посмотрим, какая группа стран во всех рейтингах занимает первые места, топовые места, то я имею в виду все. И у политических свободы, гражданских свободы, прозрачность, экономические свободы – это англо-саксонские страны и страны Северной Европы. Абсолютно. Когда вот берешь, смотришь эти рейтинги, там вот единственным трудом попадать – это Гонконг, Сингапур и все, в принципе. И в основном всегда это новые дела для Австралии, Канады, Великобритании и страны Северной Европы. Они всегда будут занимать самые ископовые места. Это, то есть, это говорит о состоянии институтов и качестве работы тех же самых органов власти. И, собственно, вот Сингапур – это такой яркий пример, когда тоже правильный грамот. А в Сингапуре, если так посмотришь, там нет природных ископаемых, там нет природных ресурсов. Единственное, что у Сингапура было – это выгодное географическое положение, это вот умные головы, которые смогли, собственно, принять правильные административные государственные решения и сделать эту страну инвестиционно привлекательным и интересным. И, ну, если еще тоже ряд продолжать по поводу тех реформ, которые в последнее время проводились, и те вызовы, которыми мы сталкиваемся, вот по Леонидске, если я чувствую, это поздало по поводу частной накопительной системы пенсионной. Есть пример Чили и пример Великобритании, где провели частную, где провели эту пенсионную реформу, и переход к частной накопительной пенсионной системы уже де-факто совершен. Почему это необходимо делать, это мы сейчас с вами видим по странам Евросоюза. Действительно, приходится констатировать, что социальная государство находится в кризисе. Это бюджетный кризис. То есть те обязательства, которые государство брало на себя, он на сегодняшний день выполнять их не может. Надо принимать определенные решения. Это зачастую не популярные решения, связанные с тем, что необходимо создать бюджетную дисциплину. Это что значит? Это значит либо брать заемные средства, а с ними сейчас есть проблемы в мировой экономике, в мировой финансах, да? Мы с вами видим, что в барьих странах Южная Европа. Это значит дефолт. Либо увеличение налогов, что тоже не хорошо с точки зрения экономики, с точки зрения поддержки частной инициативы и стимулирования. То есть это вот сложное решение. И, собственно, создание частной капитной системы, оно как раз во многом в этой самой логике. Чтобы разгрызть государство и чтобы эти функции, не значит, что они будут... Очевидно, что нельзя отказаться от пенсии. Очевидно, что мы не можем отказаться от службы здравоохранения и образования. Но надо понимать, чем неприятно общаться с бюджетлянцами, что надо понимать, что, например, тот же самый подоходный налог, он всего лишь действует сто лет. Раньше не существовало подоходного налога, как бы государство обходило подоходного налога. Что пенсионная система в нынешнем виде, например, в нашей стране существует тоже сравнительно недавно. У нас, например, пенсии стали... Все категории граждан были подключены к пенсионной системе только в 60-70-х годах, кстати говоря. У нас, например, очень долгое время сельские жители, крестьяне не были подключены к государственной пенсионной системе. То есть это не значит, чтобы было понимание, что сейчас вот придут либертарианцы, они начнут большевистскими методами, кавалерийской атакой рушить привычный образ жизни и менять эти институции, институты. Просто призываю к тому, что не существует каких-то вот таких вот догм, и что вот эти институты, как они существовали, так они и должны существовать. То есть нужно понимать, что они будут меняться со временем, нужно видеть, что они сейчас эффективно работают, сейчас неэффективно работают. Понимать, что нет такой какой-то статики в этом процессе, что все изменчивается, все меняется, и есть определенная динамика в этом работе. И вот просто в качестве завершения, вот по поводу прозвучавших реплик, мне хотелось воспользоваться этой возможности и ответить. Вот очень я просто его нашел, и просто, к сожалению, не помню, кто это сказал, по поводу свободы творчества по Сирайет. Прозвучала пленая реплика, сейчас я вам просто назову две цитаты, они мне очень запомнились. И в чем как раз идет прямая спайка, прямая отсылка к либертарианской доктрине. Почему не может быть, например, свободой творчества в обществе, где, например, был в обществе длиной, и в обществе, где самым собственником, работодателем является государство. Заволом, а вы мне просто ответите на вопрос, кто это сказал. Государство, где, общество, где основным работодателем является государство, оппозиция означает голодный смерт. Как вы думаете, кто это сказал? Карл Вородский. Близко, очень близко. Я в руки. Нет, нет. А? Нет. Вот, может, кто-то ее считает. Троцкий. Да, Троцкий. Да, Троцкий. Да, Троцкий. И я был, когда был в Штатах, я видел, был, сейчас помню, леонартрит. Я был в доме, по-моему, леонартрит, хотя сейчас помню, может, не леонартрит. Один из либертарианских, а еще там есть, ну, не суть, собственно, если даже я его запамятовал, один из крупных либертарианских мыслителей, теоретиков, я был у него в доме, там, как раз походил, в этом доме, летняя вот эта школа, где нас, собственно, читали лекции, проводили семинары, и я увидел письмо, его переписку с Троцким, я просто одомрел. И, в общем-то, неудивительно, в какой-то мере, что вот это высказывание, в том числе, ему принадлежит. И вот по поводу свободы творчества тоже. А, вот сейчас я, кстати, понял, почему у меня возникла такая ассоциация. Когда про наших отечественных звезд шла речь, почему вот они боятся высказываться по делу опусера. Это одна из гипотез, по-моему, рабочих, просто она не везде. Например, в отношении к эфире, я не думаю, что она сработает, а в отношении, например, эстрадных звезд вполне даже. А почему они боятся высказывать? Это к тому, что боятся, что их в телевизор не пустят, в телевизор не пустят. Всем известно, что в федеральной телевидении у нас контролируется государство. И вот люди к формируют по этому поводу говорят, что свобода слова в стране, где все типографии принадлежат государство – это фикция. То есть, если всем распоряжается государство, и все и вся принадлежат государству, то есть коррективистский транзитарный кошмар, который любого результанца преследует, это, в общем-то, в данном случае, какой бы то ни было свободе слова, свободе творчества и свободе печати говорить не приходится. И уже вот, подходя тоже по свободной торговле, здесь тоже была у нас отключенная дискуссия, если могу вам просто, не буду оригинальным, а отосвать к известному мыслителю 19 века, предритбостей. По-моему, никто лучше его поддержкой свободной торговли не писал, не выступал. И это до сих пор очень актуально и звучит по-современному. В частности, ему будет известный пассаж, я его буквально не воспроизведу. Суть его освоится в следующем. Вот если тем, кто у нас выступает с позиции протекционизма, дать волю, и если, например, предоставительность вишневых заводов дать некую, представить, что у них некая будет возможность управлять не только на уровне касательных решений принимателей, которые включены к ним, но и управлять природными стихиями, природной стихией, если дашь им волю, что он устраняет лучик в свет. Вот это такая была у него интересная аналогия, проведена. Это один из таких тезисов «Поддержка свободной торговли». Почему она должна существовать, и почему не должны быть никаких запретов на добровольную торговую деятельность, как понимаете, деятельность между людьми? Все очень тонко. Андрей, может быть, вы, как люди, которые в этом сообществе побывали впервые, для нас он действительно, как предсказал Данила, полно традиционное, свое впечатление и подвести, так сказать, итог встречи. Ну, может быть, кто-то еще хочет узнать вопросы. Да, и вопросы, и мы тут на них поймем. Хочет высказать и спросить. Так что, может быть, мы еще работаем в таких тезисах много? Ну, вот, Виталий, у нас получается, как говорится, Сингапур и Грузия, они, в общем... Да, да. Ну, Сингапур и Грузия, они с определенными договорками соответствуют, как это вот либертарианской модели. Но в то же время, ну, как я понимаю, да, Сингапур и Грузия это такой вот посвященный авторитаризм, когда, в общем, авторитарное мышление просто у умного человека, ну, которым... Это правда, посвященный, таблицка какая-то посвященная авторитаризм, да? Но авторитаризм сам по себе вообще-то весь довольно нехороший, не демократический. А ты вот... Это я давно, знаете, вопрос, на самом деле, я с вами писал, и для себя уже пришел к определенным выводам, и буквально вот, когда Михаил Александрович Миня опубликовал своими другими статью по поводу того, что почему он все-таки либерал, все, я готов на этот ответ такой вопрос. Надо понимать, что не всякий либерал-демократ, не всякий демократ-либерал. И, в принципе, вполне возможно, что они либеральные, абсолютные монархи. И вот это было самого посвященного авторитаризма. У вас очень серьезные риски. Здесь серьезным образом вырастают риски. Либерал-демократия не представляет собой какой-то самоценности. Но там тоже в продолжении есть этой мысли, и ее, в частности, сформулировал Лисен Черчилль, его известный в отношении к демократии, худшие формы управления не считает другим. Демократия – это инструмент. И бесспорно, в хорошем, здоровом, свободном обществе и здоровой свободной обществе не представляют здесь демократии. Но пример Сингапура и Грузии – это пример переходных стран. Это в стадии. И электорианцы абсолютно отдавали отчет, что из себя представляет аудистовый отчет, что из себя представляет ликоангин, например, абсолютно отдали себе отчеты. Но вот это вот та самая переходная стадия. И они абсолютно не оправдывают деятельность того же аудистового отчета, в частности, уничтожение психологических компонентов. Но они всегда поддерживают те его начинания, большие начинания, как быстрые представления, которые он делал в экономике. То, что он не дал возможности специалистам национализировать, если он не перейдет к оптимистам. Это если говорить об оценке. То есть, действительно, у меня, например, демократия – это важная ценность, я могу сказать. Но это, конечно, не есть самоценность. И в моем представлении, например, права человека, свободы человека, здоровье – это больше касаемо демократии. А если понимать демократию в минималистическом плане, в формальном плане, как народовласть, и как процедурная демократия. И по поводу Грузии, например. Я, например, не хотел бы жить в Грузии, я, может быть, даже больше бы хотел бы жить в более левую, в большинстве, в Голландии, потому что для меня важны личные свободы. И порядок параметров Грузии сами не вступает. Кашвейц и Голландии на Лугович. Да, прогрессивно-шкалорологии вложения. Я уже хотел бы жить в детстве, но у вас. Поэтому надо иметь жизнь на ревенту, иметь бизнес в Грузии, иметь бизнес в Шингапуре, а проживать в Голландии, где... А вот по поводу Сангапуре в сравнении, скажем, с Великобританией. В Сангапуре, например, решили очень авторитарным методом проблемы экономии средств на жевательные ресурсы, там она запущена. А в Лондоне сотню миллионов долларов тратят на ее очистение. Сангапур, надо понимать, что... Там продают жевательные, то есть эти, не от нее единицы. Там очень высокие штрафы в Сингапуре на многие вещи. То есть, но при этом, если захотите въехать в Сингапур, собственно, сам Дмитрий Анатольевич Медведев на своем опыте, насколько мне известно, проверил. Не въехать, он там бизнес свой открывал, регистрировался. То есть, действительно, все очень просто. И визы в Сингапуре будут очень просто. Это достаточно, там, заявительный порядок в течение нескольких дней, там, а можно же не несколько дней, там, получаешь тот самый виз. Когда не надо ходить, то есть, это не шенген, это не американская виза. Все очень просто и дураком. Мне даже больше в этой точке зрения нравится Гонконг, потому что там все еще сильнее, и там многих минусов, которые есть в Сингапуре, в Гонконге даже нету по поводу жевательной резинки и прочего. Плюс там в Гонконге есть частные имитирования денег, которые печатают банки. И там тоже был очень известный человек, это генерал-губернатор Гонконга Джон Копперт Уэйт, который в свое время просто, его многие потом прикали, что он, как бы, по сути-то ничего не делал. Он когда был генерал, он ничего не делал, будучи генерал-газон, посещал баллы и приемы, но это было непосредственно на политике, что он ни во что не вмешивается, ничем не занимается, ничего не делает. И в итоге там сложился благоприятный климат, когда люди сами там организовывают, что-то делают. А он, как представитель центральной администрации, просто не мешал им, и ничего там не... И в Гонконге получился такой лидер всех рейтингов экономической свободы. И сейчас, на самом деле, большая у либералов и генерал-газон надежда на Ливию, потому что, что происходит сейчас в Ливии... Там либералы же где-то... Там побудили либералы, и сейчас там в Ливии идея, что там не будет налогов, вообще не будет налогов никаких, а жить они будут только на ренту, оставив часть нефтяных месторождений в государственной собственности. Тем хороша Ливия, это своеобразная табуля рата. Иногда очень удобно строить какие-то реформы, когда не имеешь, и вот тогда мы экономисты, и есть понятие у политологов «pave dependency» — это некое наследство. Она, может быть, хорошая, может быть, платная. И вот Ливия, наверное, тем самым интересный пример, потому что там, по-большому, что-то такое выжженное поле, благодаря деятельности Мамар-Кадейфи, да? То есть там, в общем-то, на этом субстрате можно что-то интересное культивировать, и можно что-то из этого получить. И есть еще другой момент, то, что вот была вот арабская весна, мы видим, что никаких там заговоров бесконечно не существует, и все это нет большого ума, кто спекулирует на этих понятиях. Ну, известно, что это делается с политконъюнктурных соображений. Но видно, что у этого процесса, этот процесс закономерен, что народы просыпаются, народы хотят ловаться за свою свободу, так как они ее понимают, в том числе и за политическую свободу, за определенные перемены. Мы видим, что это в процессе открытый финал. Что может получиться так, что победят исламисты, но достаточно умеренные исламисты, и сейчас интересен, чем это закончится в Египте, и вот могут победить либералы, что произошло в Лизе. И тоже интересно, чем это, конечно, в итоге закончится. В Египте тоже. Допустим, Эрнандо де Сотто пригласили советникам президента Египта. А ты скажи, кто это такой? Это известный реформатор перуановский, который написал книжку «Иной путь» и показал, что как бедные люди в Перу могут самоорганизоваться и сами выстраивать для себя либеральные правила, что им именно они выгодны. Там показаны бедные слои, как они пытаются обходить государственные запреты. И долгое время при Альберто Фухиморе, как президенте Перу бывшем, который сейчас сидит там на много лет посажен за коробцией, именно в первую часть его срока он был достаточно сильным реформатором, и советником у него был Ирвана де Сотто, но со временем его Альберто Фухиморе потом убрал, потому что он испугался политического влияния, которое приобрел де Сотто, потому что там были каликатуры, которые показывали, типа, где де Сотто, вот на самом деле здесь решается де Сотто, а президент здесь так. Просто для этого. Бендукидзе это и в чистки бежал. А Бендукидзе, ну да, сейчас он решил больше действовать на перспективу, потому что он сейчас... Он сейчас стал заниматься образованием, он хочет... Вот это навык высшей школы экономики он создает себя, да, в свободной инвестии. Ну, мне там нету вообще магистратуры, принципиально нету магистратуры, только бакалавр. Потому что он считает, что на магистратуру не надо создавать свою магистратуру, нам надо приходить за рубеж, чисто в магистратуре и все. А бакалавр, они создали хорошую, мне кажется, то есть я программу смотрел, но мне... Ты же был же там на свободную инвестии, не был? Тут и едет уже и к вашей, да? Да, у нас там был максимум свободной инвестии. Давайте перейдем тогда, потом и доводим. Давайте начнем сочет. Я узнал об этом форуме от свободных людей из сайта «Слухи и факты». Там была просто действительно вот эта вот дайвиз, и прочитал, и очень узнал. И потому что там было написано «Фот свободен», то я решил прийти. Ну, я... Что хочу сказать? Я, конечно, левых взглядов, придерживаюсь, в общем-то, левых, так сказать, что ли, так сказать, политических направлений. Вот. Но в то же время, не имея спектакива, не концеватором, ничего вообще, не считаю себя человеком свободным. И поскольку мне вот это слово «Форма свободных людей» мне очень понравилась, а я вот решил прийти. Ну, что я хочу сказать? Вот еще раз хочу повторить, что я, конечно, пришел в пост уже прежде всего, в общем-то, говорить ничего я не планировал, и могу цинить, что вот, во-первых, о новой партии я узнал. Нет, можно сказать, раньше, в общем-то, нигде в интернете, в общем-то, ну, что-то вот именно, что партия такая, я не слышал. То есть я уже получил определенное, так сказать, какое-то понятие об этой партии, об этой идеологии. Ну, некоторых людей я вот знаю, так сказать, и по интернету, и вот они вот тоже, в общем-то, тоже знают, человек чему-то известный, и Виталия Аверина, в общем-то, мы иногда даже с ним на одном сайте по оружию там что-то писали, там, так сказать, по различной точке зрения сказали. Что ж, я хочу сказать, что, ну, я считаю, что для меня было это очень полезно, все было, в общем-то, очень интересно, я получил определенные знания в этом вопросе, и если вот будут какие-то такие продолжения вот всего этого, то приглашайте, я приду сюда на гости. И, в общем, положительно оцениваю вот эту встречу. Ну, то, что было немного наружу, я не знаю почему, ну, в общем-то, может быть, нужно было как-то приглашение кому-то рассылать, но я никаких приглашений получил начала. Я читал интернет, и я вот с этого, значит, с этого получил информацию. Так что, ну что ж, спасибо за это, за это. Очень интересный диспут. Для себя, подчеркнул, очень много. Ты тоже, Жарик, еще не надо, а ты стын-то, вот. А, нет, у нас есть товарищи по рассылке, ты, наверное, Женя, мужа, и... Мне очень понравилась дискуссия на сайте Ивановская барахолка, но это такой ресурс, который достаточно пользуется достаточно большой популярностью, и где они делают репост каких-то новостей Ивановских. Мне настолько там вот этот клинч понравился про госдеп, который там внезапно всплыл. Хотя это вообще сбитый на ум, он не в нем. Это не восьмой первых ключах. До стола с горячем, но... Как бы что, без ключа. Мне сейчас все-таки правильно, что я значил с госдепа, так как уже сказали, что это не госдеп. На самом деле, да, это интересно. Всегда, когда мы приезжаем в регион, какие-то слухи возникают. Мы когда ездили в Кострому, там есть у них форум местных Костромских джедаев, он как так называется. Там тоже были весьма веселые отзывы. Нет, там даже схемку привели... Виталий, ты, может, не обратил внимание, там даже схемы есть. Госдеп, USAID, правительство Германии, фонды, а потом опять в Россию. То есть красиво. в Костромских джедаев, как бы выходит, я бы начал. Только где-то на второй странице обсуждений даже схемку красивую рисовали. Уже пользуются, может быть, тогда над этими схемами. Надо будет посмотреть, кстати. Посмотри, там очень красивые схемы, Генрих Бюль там тоже есть. Генрих Бюль там тоже есть. Просто экспертная помощь такая. Я понимаю, что предлагают, на самом деле, все эти западные фонды, особенно либертарянские, совершенно самые жесткие критики местного правительства. И институт Катронов всегда критиковал. Мне было обидно, когда у меня детей с Еролеона при помощи. Отрубленные конечники. Тебе расскажут же, да. Так что мы вообще сейчас ездим, приедем, смотрим, знакомимся. Нам нравится обстановка, то, что мы сейчас здесь в третьей дискуссии. Мы всегда рады послушать и подискутировать. И мне уровень дискуссии, и уровень людей. Мне понравилось мероприятие. То, что было имя очень много народу, но у нас бывают мероприятия как успешные по численности, так и менее успешные. Там просто частичные недоработки. Ну и лето, на самом деле, тоже, мне кажется, сказывается, потому что у нас в Москве, по крайней мере, лето сильно влияет на активность и на аудиторию таких мероприятий. лето и то, что выходное очень важно. А то, кстати, мы все время сталкиваемся с разным. Когда мы приехали в буднин, мы сказали, что же они приехали в выходные. А у нас вообще обычно по буднин в этой игре проходит. Так что мы пока не можем угадать. Ты скажи ему с камерой. Я могу поддержать. Я только могу поблагодарить участников сегодняшней встречи, потому что я не так часто, вообще, второй раз, когда я куда-то выезжаю. Я чаще в Москве сейчас в первый раз такая доброжелательная аудитория. И интересно, что отсутствие каких-то очень жесткой оппозиции дебатной, она совершенно не влияет на качество дискуссии. Скажем честно, у нас есть такая игра, небольшая такая. Мы пытаемся определить, кто в аудитории является немножко таким сумасшедшим человеком. И никогда не угадываем, но всегда в аудитории такой человек есть. Вот сегодня таких людей мы не увидели. Потому что в Костроме был какой-то бизнес-мейл, он был вроде адекватный-адекватный, пока немножко начал говорить. Пока ему слова не взял. Начал говорить нам про домасонский заговор, что надо лично оплатить билеты двум либертарианцам из страны. Все-таки всплыло, рано или поздно. Я готов двум либертарианцам из страны за свои деньги выслать. у него рано. А мне нет двум либертари пишет оба. В один конец. Так что большое спасибо всем за внимание. Я думаю Антона и вообще дискуссионные клубы и это все будет жить. Да, мы по крайней мере попытаемся оживить. И более что в принципе так вспомню, что одна попытка дискуссии была. Она была сорвана тогда, но это было классно. На самом деле, если бы это было возрождено некоторым другом технически. Да, Данилу и в трое. Да. Были дебаты, которые состоялись в дебатах. В эти времена изменились. Можно попробовать экспертом были. Там случилось дебаты в один петла с участием Барь-Борьем урбанницы с другой стороны. Прикольно было. Барь-Борьем урбанницы говорю. Барь-Борьем урбанница Барь-Борьем урбанница Ну там националисты порвали Пароль Показалось, что этих националистов туда прислала администрация. Борьем урбанница так и говоря. Барь-Борьем урбанница Вообще в 2008 году. Вы тогда пристыдили всех выступили в такой речи в урбаннической. Вы устроили не дебаты, а что-то такое некрасивое. и соответственно мы боялись в урбаннической дойдем делать националисты просто прийти по левую руку. Я, если честно, до сих пор много впечатлений. Позавчера я был в Ярославле, у них там есть такое мероприятие Бойцовский клуб. Оно проходит тоже в таком заведении как бы несколько похожем антуражную нашу пятницу. И, конечно, там было достаточно круто все, потому что ну, скажем так, у них общественность сильно вовлечена вообще во все эти процессы. То есть сложно себе, если честно, представить какого-нибудь монаха, который придет, например, в наш клуб пятницы. Но там это был. Там это был. И я думаю, что тут вопрос просто экстенсивный. То есть нужно пробовать, нужно бить. И, соответственно, кружеву это фигурально. Там, кто-то сказал, что это были провокаторы, да? Что? Турдеты. Ну, да. И есть такая косвенная информация, что там была провокация. Все знательно. А что в стокийских товарищах там казались с мастерами. Да. А вам все. Спасибо. Так. И что это?